1xbet – надёжный букмекер. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надёжном букмекере 1xbet прямо сейчас. Эта ситуация непонятная, да, так сказать, когда уже последний год календарный, да, долгая, ну, сомнения. Вот как вы со стороны сейчас уже смотрите, что происходит? В принципе, ничего не поменялось. Когда мы работали даже недолго, те же самые проблемы были, они и остались. Я сейчас не буду глубоко как бы вникать, потому что, ну, знаю так поверхностно на данный момент, что происходит в клубе, но очень обидно, что, ещё раз говорю, клуб, который хорошо выступал, хорошо играл, клуб с традициями, с огромной армией болельщиков, и, ну, там несколько раз уже писалось, что может и банкротство быть, там, или ещё что-то. Естественно, этого не хотелось бы, чтобы произошло. Ну, то есть какая-то, вам кажется, что это тупиковая ситуация, что-то поменять, только может какое-то чудо, я не знаю, или семяное руководство, или... Ну, что-то должно произойти, чтобы поменять. Ситуация не простая, но что-то должно, ещё раз говорю, я, наверное, не вправе, будучи работником футбольного клуба «Динамо», комментировать и влезать в кухню «Кубани», но что-то должно поменяться в лучшую сторону. По сборной, вот, можно ли сказать, что, в принципе, Станислав Саламович сделал то, о чём просили очень многие болельщики, то есть, по сути, разогнал предыдущую сборную, и как бы, или не было такой задачи? Ну, болельщики, я не знаю, просили, понятно, что после неудачных выступлений всегда какой-то негатив появляется, было заявление, что сборная будет омолаживаться. Сборная чуть-чуть изменилась, но не омолодилась, потому что по возрасту я не скажу, что она сейчас молодая сборная. По крайней мере, защитная линия – это и наши братья. Игроки, да, уже, кстати, прогрессируют, что-то, и у Спартаковца, и тема, по-моему, и тема, получившего травмы. То есть, защитная линия, да, в плане она, в принципе, омолодилась. То есть, видите, какую-то разницу, то есть, вот, если вы вспомнили от защитной? Ну, защитная линия омолодилась, ну, наверное, да. Ну, хотя, Васе, ну, сколько, 29 лет? Точно не знаю. 28-29. Ну, я помню, 29. Она обновилась, но не омолодилась. Вы понимаете, это две разные вещи. Это раз, во-вторых, опять же, ну, честно скажу, что вот на некоторой позиции у нас дефицит игроков. Нет такого выбора, что тренер может выбирать кого. То есть, это более, ну, скажем, ну, ограниченный какой-то круг и особо и выбирать не искал. Может, в сборной просто сейчас не хватает какого-то лидера, да, в свое время? Лидер однозначно должен быть. Конечно, в любой команде должен быть лидер. И в сборной тоже, но практически нет. Может быть, этот Дзюба может быть, если он будет, если он будет сейчас? Ну, теоретически, это мог и Дзагоев быть, это мог и Кенфеев быть, и Дзюба быть, и кто угодно. Тот же Смолов. Вот опять же, еще раз говорю, мое мнение, что Денисова не хватает сборной, однозначно. Человек, человек, видели, человек с таким характером и именно с лидерскими качествами, он необходим. Не хватает каких-то людей. Может быть, кто-то не берет на себя роль, кто мог бы взять. Какая-то просто у нас сейчас командная тема получается без ведущих, так скажем? Ну, стараются все. Еще раз говорю, безразличных на футбольном поле нет. То есть, не могу сказать, что выходит без желания. Нет, стараются и все, но не получается. Может быть, действительно, это наш уровень. Все просто... Если брать по линиям, опять же, какая она более проблемная, или опять же, все примерно для нас? Знаете, первое, что приходит на ум, я бы сейчас хотел сказать защита, к примеру, да? Проблемная. Потом начинаешь анализировать, а что мы много забиваем? Нападение. Хотя Смолов прекрасно играет в клубе. В сборной не так ярко. Дзюба, Кокорин там не вызываются. То есть, в каждой линии есть свои проблемы. Ну, если, кстати, брать вратарскую, это любейшая ошибка, как Кенфеева, и многие ставят на него, любейшая от многих собак, чтобы пора отменять, то как будет, так может быть, если... Ошибку допускают все. И грубые ошибки, и у многих вратарей это было, и не только наших, российских, и так далее. За одну ошибку, конечно, убивать человека нельзя. Игорь, если так вспоминать, немало их допустил. Естественно, можно дать шанс другому голкиперу проявить себя. Но вы понимаете, вратарская позиция, она настолько тонкая, потому что, убирая одного вратаря, ставя другого, если у второго не пойдет, вы уверены, что у первого уже забираете. Поэтому, убирая Кенфеева, фактически, я не помню, кто-то даже недавно писал, что тогда с ним нужно расставаться. Ну, вернее, в сборную не вызывать. И в этом доля правды есть. Ну, а на ваш взгляд, это и самый сильный вратарь? Что-то инфия под вопросом. Ну, Игорь опытный, надежный вратарь. Ведь мы же... Эта ошибка, знаете, сейчас вот въелась всем в память, а давайте чуть-чуть отмотаем, я не помню, с кем он врут на том же этом мире. Сколько он выручал? Он довольно-таки много выручает. Ну, то есть, наверное, это скорее не его вина, но как раз в целом игры нашей команды, в частности, защитник. Ну, можно и так сказать, да. Я не совсем понимаю, когда после этой ошибки начинают люди оправдывать его. Почему мы боимся сказать, ну да, ошибся? И Игорь сам понимает, что он ошибся, но это нормально, мы же не роботы. Все люди ошибаются, да, грубо, ошибся. Но нужно признать и двигаться дальше. А когда его начинают немножко биливать, игрок, который читает это, там, слышит это вокруг, он потом думает, слушайте, может, действительно не я, а там Васин не добежал, там, образно говоря. А это не совсем верно. Это не на руку игроку. Он должен понимать, конечно, это нормально, здоровая критика. Это не то, что она там, что натворила, а действительно. У нас обычно это же бывает сразу. Крайность субборной сборной. Ну, поэтому я говорю, что это, по мне, это не совсем верно. Ну, понятно, хорошо. Если так подытожить, все-таки, наверное, болельщикам надо, грубо говоря, поумерить, да, свой пыл, поумерить в своем лице, в плане сборной. Постоянно они ждут каких-то побед. Вот в этом плане, да, нужно поумерить. Другой план поддерживать нужно обязательно. Обязательно сборную нужно поддерживать. Другая вещь, что от исландцев тоже особо много не ждут. Вот если мы на поле будем убиваться так, как это делают исландцы, я думаю, что болельщики это оценят, и критики вот такой не будет. И еще, что обидно, у нас, вернее, наверное, неправильно будет говорить, с появлением интернета, соцсетей и так далее, они уже давно появились. Какой-то вот негатив, он выливается, причем абсолютно необоснованно. И на игроков это тоже действует. Они тоже читают, им тоже пишут там и в личку, и куда угодно. Ведь иногда незаслуженно критикуют какие-то поступки. Иногда заслуженно, иногда игроки сами провоцируют. Но в большинстве случаев, ну, неправильно это. Ну, как вы с этим обсуждали, они затрагили многое, что это, как-то, нефическая такая ситуация, вращение за маршаву на сбор. Как вы думаете, ну, который в Казахстане... Я думаю, Андрей сам не пойдет. Я думаю, что нет. Именно из-за вот этой ситуации, или просто потому, что уже поймет, что... Он довольно-таки умный и игрок, и человек. И он понимает, что... Ну, его время в сборную как бы прошло. Он действительно переживал, всегда переживал за результат, всегда переживал... Те слова, которые там вырывались, то, что он сказал, вот там, это ваши проблемы, это все эмоции. Его провоцируют, он отвечает, это эмоции. Он, на самом деле, так не думает. И сейчас опять вернуться в сборную, при неудачном раскладе он понимает, что первый, кто попадет на ножа, это он будет. Я думаю, он никого не сделает. Здесь вопрос, что он закрыт. Это мое мнение, может быть, и по-другому быть. Ну, а возвращение в «Зенит» в качестве кого-то, который вы там обсуждали с ним, тем не менее, есть ли как игрок, как «Инер» тему, может быть еще, есть... Это вопрос к тренеру, к тренеру, да. Нужен он, видит его, не видит, и так далее. Потому что тот же Киржаков, находясь на замене, в некоторых играх, вот я смотрел игры «Зенита», мне казалось, что его можно выпускать. Он, ну, хуже не будет, потому что у Кокорина там игра не шла, какие-то игры у «Дзюба» игра не шла, можно его выпускать, но его не выпускали. Это только тренер решает, и только он видит и определяет по тренировочному процессу, по своему видению, нужен игрок или не нужен. Ну, наверное, последний вопрос, у меня зашет от вашего проекта «Москитов» интересный клуб «Араран», которые становятся представительным каком-то ветеранам, наверное. Какие ваши отношения к этому? Я, честно скажу, я за появление таких клубов, но если это не однодневка, если это действительно проект, который хотят осуществить и понимают, ведь без денег ни один проект не осуществится, и понимают, что финансово, то есть есть какая-то программа, есть какие-то там задачи поступательные, движение вперед, я за. Если это так, поигрались, выкинули, против. Тем не менее, интересно. Ну, интересно, можно наблюдать, но, во всяком случае, туда уже три игрока таких, которые попылили в премьер-лиге, поиграли за границей, перешли. Почему нет? Интересно будет посмотреть. Ну, все, все. Нет вопросов? Все, да. Спасибо. Ну, мне нравится. Еще могу. Еще два часа. Ну, так.